В республике появился новый вид интернет-мошенничества. Лже-брокеры обещают людям быстрый высокий заработок. Они убеждают, что обогатиться на фондовых и валютных биржах может каждый. Особо доверчивые граждане клюют на уловку и теряют свои деньги. Как определить аферистов, узнавал Батрас Загуров. За пять лет число случаев интернет-мошенничества в республике выросло на 12%. Сумма ущерба составила больше 116 миллионов рублей. Особенно популярны стали так называемые лже-брокеры. Они действуют просто и эффективно. Обещают людям быстрый и высокий заработок. Надо лишь вложить деньги. Я посмотрела комментарии лиц, которые уже поучаствовали в этом, но особо не стала вдаваться в подробности. Решила заполнить заявку и оставила свои контактные данные. В тот же день со мной связался сотрудник брокерской компании. Стал рассказывать о видах заработка. Я решила выбрать самый простой. Вкладывание денежных средств и получение дивидендов. С пострадавшими лже-брокеры связываются по-разному. Чаще всего отправляют рассылки на электронную почту. Звонят и на мобильный телефон. А еще предлагают скачать приложение и создать личный кабинет. Туда люди и переводят свои деньги. А вот снять их со счета уже не могут. В Министерстве внутренних дел рассказали, как определить злоумышленников. Достаточно разобраться, куда переходят денежные средства. Денежные средства зачастую переводятся на банковские карты лиц физических. Такого в принципе невозможно. Законодательство Российской Федерации такого не предусматривает. Все переводы должны осуществляться на счета юридических лиц. Полезная информация есть и на сайте Центробанка. Там можно проверить, зарегистрирована ли данная брокерская фирма. Если нет, значит это мошенники. Людям главное помнить простое правило. Доверяй, но проверяй. И не торопиться вкладывать деньги, не разобравшись куда. Батрас Загуров, Алана Бзыкова. Новости Осетии. Новости Осетии.